Приветствую вас, уважаемые коллеги. В этом ролике мы посмотрим, как выглядит главная страница системы. Давайте перейдем к ней. Для того, чтобы войти в главную страницу системы, нам нужно авторизоваться в системе. Как это делается, мы уже говорили в предыдущем ролике. Давайте нажмем. Я сейчас вбил логин и пароль своей преподавательской учетной записи. И осталось только нажать кнопочку «Вход». Я вошел сейчас в главную страницу системы. Что мы здесь видим? Давайте я сначала совсем краткий обзор сделаю. Во-первых, здесь мы видим расписание, а здесь календарь. В зависимости от переключения дня календаря я буду видеть соответствующее расписание. Здесь мы видим список событий, которые мне предстоит. Причем я могу отсортировать этот список событий в зависимости от тех дисциплин, на которых я присутствую. Также мы видим левое меню, большая часть которого занимает селектор курсов. Там есть кое-что еще. Наверное, с левого меню имеет смысл начать обсуждение главной страницы нашего курса. Итак, что мы здесь видим? Здесь мы видим селектор курсов. Причем курсы здесь делятся на пять категорий. То есть есть основные курсы. Это курсы общеинститутских кафедр. Есть курсы факультетские, соответственно, курсы факультетских кафедр. Есть курсы базовые. Это курсы базовых кафедр. Есть дополнительные курсы. Они могут быть самыми разнообразными. То есть любой человек может в системе создать дополнительный курс. В том числе и даже студент может создать дополнительный курс. То есть это полный набор всевозможных факультативов. Кроме того, есть так называемые кафедральные курсы. Это курсы, в которых содержится кафедральный инструментарий для работы. Кроме того, здесь имеются курсы предыдущего семестра. Этот селектор показывается преподавателем. У студентов главная кнопка — это завершенные курсы. Там они видят курсы, которые уже отыграли. А преподаватель может в любой момент переключиться в курсы предыдущего семестра и посмотреть, что там, собственно, было. Может быть, скопировать какие-то материалы в курсы текущего семестра. Кроме того, тут есть, в принципе, кнопочка «Курсы». Мы можем на нее нажать и увидеть, во-первых, подразделение категории курсов и найти любой интересующий ваш курс. Должен сказать, что мне, как преподавателю физтеха, в режиме вольнослушателя доступны материалы, открытые материалы всех курсов. То есть, в принципе, тут есть и закрытые материалы, до которых так просто не доберешься. И, в принципе, можно закрыть весь курс даже от таких вот любопытствующих вольнослушателей. Но по умолчанию все курсы для вольнослушателей открыты. То есть я могу посмотреть учебные материалы, какие там хранятся, как правило, лекционные учебные материалы, и посмотреть, чем занимались у нас коллеги. Давайте, например, посмотрим на курс, чем занимались у нас на кафедре общей физики. Посмотрим курс механики. Механика. Механика. Общая физика. То есть я думаю, что механика общая найдет нам нужный курс. Ну, действительно, из 3600 курсов он выбрал всего лишь три. И, как видите, общую физику и механику легко видно. То есть курс большой, на нем работает большое количество преподавателей. Давайте сюда нажмем и посмотрим, чем занимаются коллеги на курсе механики. То есть можно почитать описание этого курса. Как видно, коллеги очень внимательно подошли к настройке этого курса. То есть все в порядке, описание есть. Можно пощелкаться по семинарским или вкладкам на лабораторных работ. Но, как правило, подобного рода любопытствующие отправляются в лекции. То есть лекция — это самое интересное, что на курсе имеется. То есть есть лекционные материалы разных годов. Ну и вот можно их посмотреть. Есть семинарская вкладка из тех, которые доступны. То есть некоторые преподаватели открыли свои семинарские вкладки для всех желающих. Вот, ну, смелый шаг. Обычно семинарские вкладки заполнены каким-то таким, знаете, достаточно приватным форматом. Вот, и для других преподавателей они доступны быть не должны. Вот, ну, как видно, не все, которые действуют в таком ключе. Вот, что ж, как видите, я могу посетить все курсы и посмотреть, какие там материалы есть, полюбопытствовать. Вот, у меня вот сейчас выбранный мною курс сейчас подсвечивается таким вот более темным цветом. Вот, и если я переключусь в другой курс, то подсветка переключится на него. А вот тот курс по механике, он исчезнет без следа. Это потому, что я не являюсь, собственно, преподавателем или там участником этого курса, поэтому у меня он не зафиксирован. То есть я могу в него вновь вернуться через вот то меню, которое я вам показывал. Давайте вернемся. Из курсов мы еще курсы будем обсуждать в наше левое меню. Что здесь еще интересного есть? Ну, во-первых, тут есть календарь. Мы о календаре сейчас будем говорить. Во-вторых, тут есть личные файлы. Вот еще есть быстрая почта, но, правда, вот эта быстрая почта, она к каким-то определенным курсам не относится. Вообще в каждом курсе есть соответствующая быстрая почта, если я там являюсь преподавателем. И я могу делать рассылку по, собственно, студентам или преподавателям соответствующего курса. Вот эта быстрая почта, которая находится на главной странице, она не специфична. То есть можно отправлять более широкую рассылку. Ну, о почте мы еще будем говорить. А пока давайте вот ткнемся в личные файлы. То есть это довольно забавное местечко, о нем мало кто знает. А можно хранить вот здесь до 2 гигабайт файлов. То есть здесь можно файлы, так сказать, организовывать в папочке. То есть можно создать папочку. То есть вот у нас папочка будет создана. Можно в нее войти, загрузить в нее какие-то определенные файлы и, в общем-то, хранить какие-то свои книги, какие-то свои файлы. И впоследствии даже на курсах можно вот из этой папки файлы на курсы подключать. То есть это вполне возможно. Так что вот, пожалуйста, до 2 гигабайт у вас есть такое вот хранилище. Написано даже, сколько в данный момент я использую. Вот что ж. Ну вот таково левое меню. Давайте двинемся дальше и рассмотрим, собственно, расписание наших курсов. Значит, я покажу, как работает расписание у преподавателей, как работает расписание у студентов. Значит, то, что расписание показывает на текущий момент, это расписание сегодняшнего дня. Сегодня у меня занятий, как видите, нет. Сегодня понедельник, занятий нет. А занятия у меня по пятницам и по субботам. То есть вот видно, что в пятницу у меня имеется семинар. Вот если я наведусь на этот семинар, то я увижу, что этот семинар вот на том курсе, 9-й семестр, вот у вот такой вот группы М06-006. В субботу у меня тоже есть занятия. Вот, пожалуйста. То есть я вижу, что у меня здесь 2 семинара. Вот тоже можно навестись, соответственно, увидеть группы. То есть группы М02-001 и М05-011. Вообще, вот эти вот названия, они помещаются вот на этом поле, но слишком длинное название курса и слишком небольшое разрешение экрана. Поэтому вот оно появляется только на вот этой всплывающей подсказке. Вот тени можно увидеть. И если посмотреть, что у меня находится вот в списке событий, видно, что я запланировал 3 семинара BigBlueButton. То есть вот они как раз здесь у меня отображаются в списке событий, соответствующие как раз вот этим 3 семинарам. То есть видно, что для группы М06-006 я создал семинар, правильно, 27 в 10.45, как у нас по расписанию. Ну и для остальных групп тоже. Значит, эти семинары создаются вручную, но я, разумеется, сверяюсь со своим расписанием. То есть это непосредственно несвязанные вещи, а связать их можно вот как. То есть смотрите, вот я навожусь на календарь и вижу, что у меня здесь предстоят 2 семинара, 2 BigBlueButton семинара. То есть события, они показываются и здесь, и на календаре, вот в этой вот всплывающей подсказке. События соответствующего дня. Я могу вот и здесь, и здесь нажать на соответствующую ссылку. Вот, и, соответственно, откроется описание этого события. Ну а поскольку это событие ведет к активному элементу семинара BigBlueButton, то можно к этому элементу непосредственно перейти. Вот, пожалуйста, вот я перешел. То есть в определенный момент времени, который здесь указан, вот 28 ноября, у меня откроется этот семинар. То есть здесь появится большая кнопка «Присоединиться к занятию», и я смогу присоединиться. Давайте вернемся тем временем на главную страницу. Вот, и я хотел бы показать, как выглядит точно такое же расписание у студента. То есть я вошел с другой своей учетной записи, административной, под личиной студента. Вот, и вот это студент первого курса. То есть я постарался выбрать студента первого курса, чтобы увидеть у него, можно сказать, вот достаточно богатое расписание первого курса. Как видно, что сегодня у них в основном лаборатории, то есть какая-то практика. И есть еще один семинар. То есть смотрите, семинары, они показаны голубым цветом. Практика лаборатории — желтым цветом. Ну, а лекции показаны розовым цветом. Вот можно пощелкаться по разным дням недели. Вот, допустим, вижу, что по вторникам у них лекционный день. Вот, пожалуйста, три лекции. Вот указано, где эти лекции будут проводиться в актовом зале ЛК. Ну, соответственно, как бы вот вся информация здесь видна. В среду тоже у них лекции, правда, уже четыре. То есть в главной физической, в большой физической, вот и так далее. Вот можно щелкаться изо дня в день и видеть, какие здесь семинары, в каких аудиториях проводятся. Ну, эти аудитории, разумеется, аудитории очного занятия. То есть сейчас первокурсников тоже посадили на дистант. Соответственно, вот преподавателям необходимо организовать дистанционные занятия. Я думаю, что в данном случае преподаватели справились. По крайней мере, я вижу, что здесь есть какие-то ссылки на дистанционные семинары по механике. Пожалуйста. То есть все в порядке. Эти ребята под надежным взором, ну, по крайней мере, как бы кафедры общей физики. То есть вот так вот мы можем щелкаться по расписанию студента. И, соответственно, здесь оно будет меняться. Что ж, давайте вернемся вновь к преподавательскому расписанию. И что еще имело бы смысл посмотреть. Вот, собственно, сам календарь. То есть вот здесь календарь, он показан таким мелким фреймом. А вот здесь он показан более крупно. То есть вот я могу переключаться по определенным дням и видеть, какие события запланированы. Вот, допустим, 16 ноября у меня были, так сказать, запланированы события. Вот, пожалуйста, это были события тестового курса. То есть я экспериментировал с тестовым курсом. То есть, если помните, неделю назад мы как раз делали в тестовом курсе семинары Zoom. Вот там они отобразились. То есть, ну а семинары Библибаттон отображаются вот так вот. А вот здесь вот видно, что у меня было уведомление о какой-то контрольной работе. То есть по календарю я могу вот еще и вот так вот переключаться и вообще смотреть, как бы, что было у меня в предыдущие месяцы. То есть вот так работает календарь событий. Давайте вернемся, собственно, на главную страницу и посмотрим, какие есть еще инструменты работы в нашей системе. То есть вот у нас здесь есть так называемые уведомления. Вот сейчас у меня горит одно уведомление. Вот, то есть вот некто попросился ко мне в список контактов. Вот, и я, очевидно, его добавил, потому что если кто-то просит в список контактов и он не добавлен, то вот здесь вот горит соответствующий значок. Ну, а поскольку я его добавил, можно это уведомление погостить. Вот, собственно, как бы оно из списков исчезло. Нажимаем на клавишу ОК. Вот, здесь есть настройки уведомлений. В принципе, в это место сыпется масса всевозможных уведомлений, допустим, о дедлайнах, вот, о открытии-закрытии, там, тех или иных мероприятий. То есть здесь уведомления появляются. Вот, ну, вот интересен, собственно, вот этот вот чат. Значит, чат — это средство быстрого текстового общения со студентами. Мы будем еще им более подробно заниматься. Но могу сказать, что собеседников у меня довольно много. Вот, много. Вот, ну, можно общаться с ними, с каждым в личном режиме, а можно общаться с ними в групповом режиме. То есть здесь показаны все мои группы, включая мемориальные из прошлого семестра. То есть я до сих пор, при необходимости, с ними связь. То есть вот я, например, могу включить, скажем, группу M06-006. То есть вижу, что в этой группе довольно много человек, то есть 33 участника. Вот, и я могу зайти в эту группу, увидеть, какие здесь есть ребята. Вот, могу выбрать какого-то определенного человека. И вот, пожалуйста, как бы мы видим, какие там были сообщения. Ну, в основном здесь через чат идет дублирование сообщений о семинарах. Хотя я могу, в принципе, написать вот здесь вот сообщение и нажать соответствующую кнопочку «Отправить». То есть вот кнопочка «Отправить» — такой самолетик. В этом случае у нас, во-первых, сообщение отправится в чат человеку. Во-вторых, оно продублируется в электронную почту. То есть вот такое вот средство общения. Вот и мы о нем еще будем говорить в соответствующем разделе. Значит, последнее, что нам осталось рассмотреть на главной странице — это так называемые настройки системы или настройки пользователя. То есть тут много всякой разной полезной информации. То есть можно почитать о пользователе какие-то подробности. То есть в IT можно увидеть, собственно, к чему этот пользователь относится, к каким курсам, какие там роли выполняет на этих курсах. То есть это доступно совершенно для каждого пользователя. То есть я могу у каждого пользователя узнать, на каких курсах он учится, в каких группах он учится. Можно здесь почитать записи блога. Но должен сказать, что в блогах тут редко кто что пишет. То есть я, честно говоря, даже не знаю, написал ли хоть кто-нибудь из 12 тысяч человек, которые зарегистрированы в этой системе, в блоге здесь хоть что-нибудь. Потому что про блоги, как правило, люди просто не знают. Здесь есть какие-то отчеты. Вот, ну, в целом достаточно интересная, полезная страничка. Вот, и можно о себе эти настройки, собственно, поменять. То есть вот здесь вот есть кнопочка «Редактировать информацию». Мы можем, соответственно, войти и отредактировать, ну, как видите, многое. То есть можно, например, поменять юзерпик, который у меня вот тут вот показан. Вот, можно, там, заполнить какую-то информацию об интересах, там, ну, и так далее. То есть можно увидеть, что я являюсь старшим преподавателем на кафедре философию. В общем, после того, как вы заполните, собственно, вот здесь все, можно это дело сохранить, обновить профиль. Ну, и, соответственно, в вашей страничке с информацией о вас все будет отображено, новая информация. Значит, здесь еще есть полезная кнопка «Переключиться к роли». Значит, ролей тут несколько, как видите. То есть это те роли, которые мне доступны, как обычному преподавателю. То есть я могу выбрать любую роль и посмотреть, как выглядит та или иная страница, тот или иной курс глазами соответствующего человека. То есть лектора, стиминариста, преподавателя лабораторных работ или, допустим, студента. Вот последнее наиболее полезно. То есть можно увидеть курс глазами студента, потому что у преподавателя на курсе присутствует масса всевозможных дополнительных значков, с помощью которых он управляет курсом. Ну, и надо полезно просто увидеть эстетику курса глазами студента. Так что вот мы еще в это место вернемся. Ну, а пока, собственно, мы более-менее обсудили с вами настройки пользователя и время поговорить о том, как вообще выглядит страница дисциплина, страница курса в системе LMS MIP2.